Девушки отдыхают Акимы не выходят на контакт, не разговаривают с нами, вообще нет никакой адекватной реакции на народ на свой МВД России хочет выдворять мигрантов-нелегалов за пределы страны за их собственный счет Я думаю, будет катастрофа, то есть все спецприемники мгновенно переполнятся Перед возвращением главного оппозиционера, действующего президенту Кыргызстана, Умирбека Бабанова, вновь обвинили в рейдерском захвате банка Если не придет, то он окончательно себя похоронит Из Таджикистана в Россию запущены рейсовые автобусы для трудовых мигрантов Мы взяли с собой еду, которую приготовили дома, но по дороге придется еще что-нибудь купить В Бишкеке уже около года существует необычный реабилитационный зоопарк для попавших в беду животных Недавно телефон вытащила, в будку побежала к себе, еле как забрал Друзьям, наверное, звонили в Африку В прямом эфире программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте Уже второй день в Днур-Султане. Многодетные матери пикетируют госучреждения. На этот раз здание городской администрации Центра занятости населения Они требуют призвать к ответу руководителей города и задают вопрос, почему в течение трех месяцев власть ничего так и не сделали Многодетные семьи так и не получают обещанную адресную социальную помощь. Впрочем, социальное жилье также никто еще не получил Светлана Глышкова продолжит Дверь не выдержала женского напора. Женщины надеялись, что за ней есть хоть кто-то из руководства города Но в здании обнаружились только полицейские и мелкие чиновники Женщины в городской администрации ждут уже два часа, но поговорить им не с кем Матери говорят, что пришли за обещанной адресной социальной помощью 21 тысячу тенге на одного ребенка и льготным жильем Такие обещания прозвучали три месяца назад, когда по стране прокатились протесты из-за бедственного положения многодетных семей Один, выходи! Один, выходи! В этот раз к недовольным присоединились и дольщики, и матери детей с ограниченными возможностями Хватит! Пусть теперь государство прислушается, что все-таки мы платим налоги Мы законные резиденты этой страны И мы заслужили, чтобы с нами как минимум нормально обращались, а не выкручивали руки и не вызывали ОМОН на свой народ Мы требуем свое! Женщины жаловались, чиновники их попросту не хотят слушать А для усмирения воинственно настроенных женщин даже подогнали три автобуса с полицейскими Нас милиция скручивает, нам не дают спокойно, Акимы не выходят на контакт, не разговаривают с нами Вообще нет никакой адекватной реакции на народ на свой Когда мы подняли вопрос, многодетные матери и вообще дети с детьми-инвалидами С нами начали просто контактировать, но адекватной реакции на сегодняшний момент никакой не было Ни программы АСП, которую они разработали, не получат и 98% населения Отвечать за всех чиновников вышла пресс-секретарь градоначальника Она заверила, что помощь многодетные семьи уже начали получать Но вот с выделением льготного жилья разобраться не успели У нас есть там специалисты, которые не успевают, но это мы сейчас опять хотим увеличить Но к нам, к сожалению, никто туда не идет В день у нас 10 человек уволились в прошлой неделе Потому что большого такого потока немножко не выдерживают Мы сейчас опять набираем, мы постараемся еще увеличить штат сотрудников, специалистов Чтобы их побольше, побыстрее регистрировали В это время в Центре занятости населения министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова пыталась на личном примере доказать Как легко оформить адресную социальную помощь только по одному удостоверению личности Кто по очереди идет? Сейчас электронная очередь Присоединяем Все Пожалуйста Здравствуйте Как только вице-министр труда и соцзащиты встала из-за стола, ее окружила толпа женщин Они потребовали упростить процедуру оформления документов И ускорить получение обещанной помощи от государства Светлана Глушкова, Ганезат Оспанов, Настоящее время Азия, Казахстан История со счастливым концом в Кыргызстане похищенного 12-летним Даниила Браилки Нашли, он живой, его держали в закрытом гараже Даниила передали родителям Милиция задержала двоих подозреваемых Это жители Сокотинского района Чуйской области Задержание проводили сотрудники ГУВД Бишкека, Чуйской области и СОБР Предполагаемые похитители дали признательные показания и раскаялись в содеянном Они рассказали, что знали родителей ребенка и похитили мальчика с целью выкупа Правда, о сумме не думали, ведется следствие Я напомню, Даниила Браилкина похитили в городе Кант Мальчика затолкали в машину с логотипом Яндекс Такси на глазах у прохожих и увезли в неизвестном направлении На родину за свой счет, возможно, в скором времени Российские власти будут высылать трудовых мигрантов за их собственные деньги Министерство внутренних дел России разработало изменения в административном кодексе Согласно документу, расходы на выдворение иностранцев возложены на самих депортируемых Чем может обернуться принятие новых поправок, выяснял Муса Казаков Разговоры о перекладывании расходов по депортации с государства на выдворяемого иностранца шли давно Однако претворение этой идеи в отдельный законопроект произошло впервые Для ознакомления граждан с идеей возможных поправок МВД России разместил его на своем сайте Вот его основные пункты На данный момент проект поправок даже не внесен на рассмотрение в Госдуму Тем не менее, среди экспертов он вызвал резко отрицательную оценку Глава Федерации мигрантов России, который периодически посещает спецучреждения временного содержания иностранных граждан СУФСИК с большим скепсисом смотрит на реализацию новой идеи Даже если обяжут мигрантов все это оплачивать самим, сроки содержания, скорее всего, сильно сократить не удастся Потому что очень часто они сидят из-за того, что консульские службы не делают вовремя документы Люди, которые туда попадают, они без денег То есть если предполагается этой инициативой, что, например, он должен заплатить и тогда он уедет Я думаю, будет катастрофа То есть все спецприемники мгновенно переполнятся Много вопросов у юристов вызывает и механизм реализации возможных поправок Юрист Абдулмаджид Сурхаков считает, что даже если взимать расходы по депортации самого мигранта постфактум Получить деньги с малообеспеченного рабочего вряд ли получится При желании вернуться в Россию ему будет достаточно заменить одну букву в паспорте, чтобы уклониться от выплаты расходов на депортацию Юрист уверен, что если кого и обязывать оплачивать депортацию мигранта, так точно не сводящего концы с концами иностранного рабочего Сурхаков также предлагает переложить расходы на его работодателя Я бы не за счет трудовим мигранта, а за счет работодателя, чтобы он оплачивал все расходы по депортации данных иностранных граждан, трудовим мигрантов, которые выявляются на территорию его объекта Часть из них сидят за то, что не оплачен штраф Часть из них говорят о том, что у них нет возможности оплачивать данный штраф Как скоро проект поправок может обрести законную силу, мы попытались узнать в главном законодательном органе В Государственной Думе нам сообщили, что инициативе МВД еще предстоит пройти многочисленные экспертизы В согласовании с другими министерствами и различными комитетами Госдумы И только потом она появится на столе у депутатов Туманная перспектива законодательной инициативы МВД, хотя и вызывает радость у мигрантов, однако исключить ее утверждение российским парламентам нельзя Таким образом, до отказа забитые суфсиди с застрявшими там на многие годы мигрантами Могут стать еще одной реальностью современной России Муса Казаков специально для программы «Настоящее время. Азия. Россия. Москва» Подальше от президентских глаз Сотрудники службы безопасности президента Узбекистана пресекли проведение митинга Возле здания администрации главы государства Около 60 женщин пришли вместе с детьми жаловаться на действия столичных чиновников Но их посадили в автобусы и вывезли в район их проживания Люди жалуются на городскую администрацию, которая продала квартиры по социальному тарифу А спустя три месяца на 40% повысила изначальную стоимость Причину пересмотра стоимости жилья чиновники объяснили подорожанием стройматериалов Жители новых квартир говорят, что о новой цене квартиры узнали в банке, где ежемесячно погашают оформленную ипотеку Сейчас обманутых жильцов столичная администрация просто игнорирует А многочисленные жалобы, направленные в виртуальную приемную президента, остаются без ответа Единственное требование протестующих – возврат изначальных цен на квартиры И вот, как сообщают узбекистанские СМИ, через два дня после прихода к администрации президента С протестующими встретился лично премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов Он выслушал жалобы и поручил столичным чиновникам пересмотреть цены на жилье и максимально их снизить Этим займется специальная комиссия Она изучит все материалы, включает ценовую политику застройщика И через месяц предложит варианты решения ситуации На главного оппонента – действующего президента Кыргызстана На прошлых выборах у Мирбека Бабанова могут завести еще одно уголовное дело за якобы рейдерский захват банка Его сторонники заявляют, что племянника политика уже допрашивает финансовая полиция В партии Республика также сообщают, что власти Бишкека не дают провести мирный митинг в честь прибытия политика на заявленном месте Соглашение 30 апреля, в соответствии с которым мы продали свои акции И вот наши подписи, и вот подпись Бабанова Калича Умралеева – одна из бывших акционеров Банка Кыргызстана Его контрольный пакет акций сейчас принадлежит Бабанову По ее словам, купля-продажа в 2008 году была принудительной Якобы акционеры вынужденно продали свои пакеты за мизерную сумму в 20 миллионов долларов Все это было сделано под нажимом Никто и не спрашивал, хотим мы, согласны мы с этой суммой Просто Максим Бакиев договорился с Бабановым Максим Бакиев, о котором упоминается в интервью сын сбежавшего экс-президента страны Курманбека Бакиева В сделке в пользу Бабанова, по словам Умралеева, и также принимал непосредственное участие Близкий друг клана Бакиевых Алексей Елисеев Главному акционеру в Шерепе Садубакасне, чтобы она сформировала 60% пакет акций и продала их Бабанову Но когда она сказала, что ей был звонок, и что Елисеев намекнул ей, что у вас есть сын И что часто бывают аварии на дорогах Мы поняли, что с этими ребятами шутить нельзя И продали Бывшие акционеры Банка Кыргызстана еще в прошлом году обратились в Финпол С заявлением о рейдерском захвате Банка Бабановым Также они требуют, чтобы он выплатил им дивиденды в полтора миллиона долларов Джанбек Мурзабаев, сегодняшний зам главы Совета директоров Банка Кыргызстан И по совместительству племянник Бабанова Уже побывал на допросе Вчера Финполиция беседовалась с ним порядка пяти часов Подробности допроса не сообщаются Мол, Мурзабаев подписал бумагу о неразоглашении Таких действий со стороны правоохранительного органа до этого не было И они начинаются за два дня до его приезда Все-таки решили связать это действие с возвращением Мурзабаева Почему? По всей видимости, не совсем хотят его видеть в Кыргызстане 90% акций Банка Кыргызстан сегодня принадлежат Бабанову Уже не в первый раз появляются скандальные подробности Якобы политик захватил кредитное учреждение рейдерским путем Однако ранее доказать это официальным органам пока не удавалось Бабанов заявил, что намерен вернуться в Бишкек уже завтра в честь этого Его однопартийцы анонсируют митинг на площади Победы и обещают собрать 10 тысяч человек Однако столичная мэрия отказалась предоставить это место для встречи сторонников Бабанова Суд принял решение перенести место проведения мероприятий со Старого площады в парк Горького И все Напомню, в отношении Бабанова, главного оппонента нынешнего президента на выборах Сразу после плебисцита возбудили уголовные дела Ему инкриминируют возбуждение национальной вражды и призывы к захвату власти Представители политика не исключают, что по возвращению его могут отправить за решетку Во всяком случае, ничего не планируется по поводу того, что какие-то митинги будут Если только сами сторонники Что-либо Во всяком случае, у меня такой информации нет Между тем, в социальных сетях выдвигаются совершенно неожиданные версии относительно приезда Бабанова Мол, весь сыр-бор затевался в целях сохранения контрольного пакета акций в крупнейшем банке Возможно, уже сторговались с властями и все останется как было Думаю, Бабанов не приедет Объяснение будет звучать примерно так Я не могу подвергать опасности своих сторонников, наблюдая за готовящимися провокациями Всем спасибо, я остаюсь в Москве Бабанов может по скайпу выступить на митингах Технологии позволяют Если не придет, то он окончательно себя похоронит Интрига разрешится совсем скоро Омрвек Бабанов должен прибыть в Бишке к рейсам из Москвы уже завтра в 14.50 Джезгули Гембердиева, Самат Алжбаев Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек Одну из улиц Бишкека назвали в честь нашего коллеги, погибшего журналиста Уламбека Эгизбаева Именем Эгизбаева названа одна из главных улиц жилмассива Аккордом Решение приняли сами местные жители Протяженность улицы составляет 2 километра Известный своими острыми расследованием Журналист радио Азаты Куламбек Эгизбаев Погиб 22 июля прошлого года Во время отдыха в пансионате Акун на озере Иссыкуль Милиция пришла к выводу, что Эгизбаев утонул Смотрите далее в нашей программе Из Таджикистана в Россию запущены рейсовые автобусы для трудовых мигрантов Мы взяли с собой еду, которую приготовили дома Но по дороге придется еще что-нибудь купить В Бишкеке уже около года существует необычный реабилитационный зоопарк Для попавших в беду животных Недавно телефон вытащила В будку побежала к себе Еле как забрал Друзьям, наверное, звонили в Африку МИД Узбекистана отреагировал на просьбу соотечественницы Которая накануне попросила помочь ей вернуться из Китая на родину На официальном сайте ведомства сообщается Что это уже второе подобное обращение Шадьоны Довлатовой В апреле прошлого года девушка официально оформила брак с гражданином Китая И вылетела в КНР на постоянное место жительства Вскоре из-за насилия в семье при содействии узбекских дипломатов Довлатова вернулась на родину Однако потом опять отбыла к супругу МИД сообщает, что ситуация в Узбекистанке находится на контроле Консульского отдела посольства Узбекистана в Пекине По информации дипредставительства Узбекистана В настоящее время в Китае находятся Десятки узбекистанок, попавших в похожую ситуацию Узбекские дипломаты совместно с властями Китая Начали работу по установлению их личности И оказанию консульской помощи В Таджикистане возобновились автобусные рейсы в пять городов России для трудовых мигрантов Пассажиров хватает Билеты стоят в три раза дешевле, чем самолет Да и рейсов всего два в неделю Так что желающих поехать на заработки на автобусе много В прошлом году на компанию перевозчика посыпались жалобы Якобы из комфортабельных автобусов На которых они выезжали из Таджикистана В соседних странах пассажиров пересаживали на старый транспорт Со сломанными и грязными креслами без вентиляции Вдобавок, эти ржавые машины постоянно останавливались в пути на ремонт В компании перевозчики обещали, что такого больше не повторится Что было сделано для этого И сможет ли дешевый автобус заменить для мигрантов авиаперелеты Расскажет Анну Шервонарипов Бахтьер ездит на заработки в Москву каждый год На этот раз он решил воспользоваться автобусом Хотя много раз слышал от знакомых о проблемах в пути Частых поломках и тотальном дискомфорте Но желание сэкономить оказалось сильнее опасений Авиабилет стоит в три раза дороже Бахтьер подготовился к тому, что путешествие может затянуться Мы взяли с собой еду, которую приготовили дома Но по дороге придется еще что-нибудь купить В прошлом году в Ютьюбе было опубликовано несколько видеороликов пассажиров Которые решили поехать в Россию на автобусах На этих кадрах они жаловались не столько на отсутствие обещанного комфорта Сколько на постоянные поломки Из-за них путешествие затягивалось в несколько раз Вот автобус Азиан-экспресс Сутки с ребятами стоим тут на ремонте Подвели нас с автобусом Вот номер и надпись «Заказной» Автобус сломался в городе Самарканд В этом году проблем не будет, обещают в транспортной компании Пассажиров до конечной точки маршрута довезут на одном автобусе Больше арендовать промежуточный транспорт, с которыми возникали проблемы, не станут Также здесь гарантируют комфортные условия поездки Пассажиры компании нужны И они собираются поддерживать качество предоставляемых услуг на высоком уровне Наше удобство в том, что мы пассажирам даже даем питание У нас всегда в наших автобусах есть два больших холодильника У нас есть 50-литровый кипяток, который мы можем и чай подавать, и кофе Мы можем, у каждого пассажира есть монитор, который пять программ смотрит По всему салону действуют два больших телевизора, которые действительно, они покажут тоже все программы Ранее пассажиры подобных рейсов жаловались на регулярные придирки таможенников разных стран В компании говорят, что с этим поделать ничего не могут Но если все документы у пассажиров в порядке, проблем возникнуть не должно Сначала, прежде чем ехать в Россию, подготовьте свои документы необходимые А здесь, в автовокзале, у вас проблем не будет У нас еще страховая компания, которая вместе с билетом дает страховые блокноты, полисы Экономисты считают, что автобусные перевозки трудовых мигрантов Сегодня одно из самых перспективных направлений для транспортников Спрос всегда будет А сейчас, с учетом постоянно растущих цен на авиабилеты, это особенно актуально Сегодня тысячи таджикских мигрантов добираются своим ходом до соседних стран И уже оттуда едут на автобусах В Таджикистане сегодня уже действуют несколько небольших компаний, которые набирают пассажиров, а затем нанимают автобусы для отправки мигрантов в Россию Но пока рынок настолько мал, что никто даже не считал, какую часть от общего объема междугородних пассажироперевозок приходится на автобусы Анушер Луна Рипов, Насим Исамов, Настоящее время Азия В Бишкеке уже около года существует необычный реабилитационный зоопарк Создали его не для того, чтобы заработать на животных, а напротив, чтобы помочь им Многие подопечные со сложной судьбой кого-то забрали в браконьеров, кого-то подобрали с улицы Дарья Тимофеева побеседовала с создателями зоопарка Он тоже попал с детства к нам, Фоксик, Фоксик, не бойся, камеру видит он Они вот камеру побаиваются, Фоксик, ну что, снимают тебя? Фоксик, ну не жалуйся, не жалуйся Лисенок Фоксик – персона не публичная От камеры прячется, но когда его спасители рядом, забывают и о съемке, и о незнакомых людях Несколько лет назад животное встретили на улице Измученного его тащили на веревке Старых хозяев удалось уговорить, отдать лисенка в зоопарк У меня как бы хобби с детства, увлечение было животными Всегда дома были звери разные, потом друзей очень много, кто занимался животными Люди потихоньку узнавали, начали тащить домой ко мне Чего только не несли, и хищных птиц, и сов попадали Ну, сами понимаете, не в состоянии был содержать такое количество животных в домашних условиях В минувшем году домашнему зоопарку посчастливилось переехать Познакомились с администрацией зоны отдыха в южном микрорайоне Бишкека Руководство парка поддержало зоозащитников и выделило землю Так и осуществилась детская мечта Создали первый реабилитационный зоопарк в столице Кыргызстана Ты так заходишь, залазишь, по карманам начинают, проверяют, что неправильно лежит, все достают Телефон достают Недавно телефон вытащила, в будку побежала к себе, еле как забрал Друзьям, наверное, звонили в Африку Здесь у животных впервые появились добрые истории Такую заботу до этого они встречали нечасто Кого-то забрали от браконьеров, других принесли охотники Здесь немало экзотических видов Почти все обитатели В прошлом бывшие домашние питомцы Люди наигрались, решили отдать Арчи забрали полумертвым в одном из сел На нем тренировали собак, чтобы те учились загонять диких животных Сначала посетители приходили в ужас от состояния здоровья волка Но из раненого и запуганного зверя удалось выходить Теперь его судьба связана только с человеком В дикой среде он уже не сможет существовать Многих подопечных здесь лечат, реабилитируют и готовят к жизни на воле Буквально через пару недель зоопарк покинут несколько лис, шакал и дикобразы Когда мы будем выпускать, опять же повторюсь, не просто выехали в ближайшие горы и выпустили А нет, мы ведем переговоры с егерями Чтобы это животные, которые мы выпускали, они обязательно были под присмотром Чтобы это была какая-то зона егерская Чтобы они постоянно где-то подкармливали, приглядывали Если в случае чего, мы на связи Зоопарк держится на плечах трех человек Они и главные спонсоры Средств от продажи билетов в лучшем случае хватает на оплату 30% корма Помощи здесь рады любой Даже мешку моркови Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов И в прямом эфире круглосуточный телеканал «Настоящее время» в Ютубе Мы встретимся с вами в понедельник Я желаю вам всего доброго, до встречи Массовые протесты в Кишиневе против результатов парламентских выборов 7 апреля 2009 года вошли в историю как твиттер-революция Что думают об этом всем участники событий спустя 10 лет? Михай и Мария Греку Молодая семья, люди с инвалидностью Герои наших нескольких сюжетов Из психоневрологического интерната Они переехали в свой сельский дом Сыграли свадьбу Теперь у них родился сын История о том, как шаг за шагом Идти к своей мечте Вековое каменное сооружение Типичное жилище горных помирцев Сейчас мы находимся в горном Бадахшане А если быть точнее, в поселке Рушан Где живут удивительные люди Которые сумели веками сохранить свои традиции, культуру, быть Субтитры создавал DimaTorzok